Агентство чрезвычайных новостей И обиженный клиент автомагазина заблокировал главный вход и выдвинул требования И на поле боя, и в мирное время стояли уральские богатыри за правду, за силу русской земли, за счастье родного дома И традиции богатырского качества сильны и по сей день Уральский богатыр. Сила в качестве Акция от компании Пластокно Весь октябрь распродажа окон от производителя со скидкой 50% на изделие Оплата после монтажа. С нами теплее Братьев Кошириных 54 Телефон 258-77-55 Настоящие фирменные аляски и бомберы Милитари и кэжуал Модная брутальная одежда В магазине альфа74.com Зимой будет тепло ТРК Фиеста ТК Курчатов На Ленина 86 Смертельное ЧП на одном из крупных заводов Челябинска 31-летнего мужчину зажало металлическим рельсом Пострадавший мастер получил серьезные травмы и скончался От сильной кровопотери еще до приезда медиков По словам коллег погибшего Работник цеха нарушил правила техники безопасности Он решил протиснуться между станцией замера профиля и центрирующими роликами В результате чего его прижало подаваемым рельсом Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью Известно, у погибшего осталась пятилетняя дочь от первого брака А сам он собирался жениться Стоит отметить, мастер проработал на заводе более 10 лет После случившегося с сотрудниками комбината провели профилактическую беседу О том, что передвигаться по цеху нужно строго по установленным маршрутам движения В областном суде вынесли приговор парням, которые жестоко убили водителя За нарушение правил дорожного движения А потом расправились с его пассажиром Жестокие мстители похитили их Потом душили и закололи отверткой Приговор криминальной троицы выслушал наш корреспондент Артем Самсонов Артем, здравствуйте, вам слово На скамье подсудимых трое жителей Южноуральска 37-летний Артем Смирнов 33-летний Денис Мартыненко И 32-летний Виктор Стратов Оглашение приговора началось с опозданием На заседание не явился один из адвокатов Зато зал практически полон Пришли и родственники погибших парней И знакомые подсудимых Напомним, двое товарищей из поселка Увельске пропали еще летом прошлого года Они ехали на свои иномарки И случайно подрезали другой автомобиль В котором ехали подсудимые Парни решили не терпеть обиды И пустились в погоню В итоге они настигли своих обидчиков во дворе Там их сначала избили, а потом решили убить Тела забросали ветками А машину сожгли в другом месте Судом была исключена часть квалификации действий Подсудимых Стратова и Мартыненко В совершении похищения потерпевших Фокина и Ческидова Поскольку суд не нашел доказательств Совершения данного преступления в их действиях В итоге криминальные троицы огласили приговор Смирнов, как соучастник убийства Получил 18 лет в колонии строгого режима Мартыненко, 21 год Также в колонию отправили и их третьего товарища По совокупности преступлений Путем частичного сложения назначенных наказаний Окончательно Стратова Виктора Ивановича назначили наказание В виде решения свободы сроком на 21 год Сограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев создавания наказания В виде решения свободы в исправительной колонии Строгого режима Кроме того, каждый из осужденных Должен выплатить родным погибших По 2 миллиона рублей В качестве компенсации морального вреда Артем Самсонов, Владимир Котегов, 31 канал Уволили еще одного сотрудника парка Гагарина Который причастен к падению ребенка с аттракциона Прокуратура завершила проверку инцидента И установила, что в случившемся Виновны двое человек Напомним, 8-летняя девочка Могла сломать шею при падении с аттракциона кенгуру В прыжке она выпала из креплений И приземлилась на голову Опа! Блака от травм ребенка спасла батутная сетка После происшествия уволили оператора аттракциона Которая проявила халатность И не убедилась, что ребенок пристегнут По окончанию проверки Работы лишился второй сотрудник парка Из-за пожара в развлекательном комплексе Мегаполис эвакуировали 200 человек Возгорание случилось поздним вечером В ресторане Брудершафт Но дымом затянуло все здание Поначалу работники комплекса Сами не понимали, что и где горит И от комментариев отказывались На данный момент развлекательное заведение закрыто По предварительной информации Внутри случился пожар Людей эвакуировали Вот сейчас на наших глазах Охранник заведения закрывает дверь на ключ Скажите, пожалуйста, еще раз, что случилось? Заведение не работает по техническим причинам Ответил секьюрити Но даже через стекло было видно, что воздух в помещении задымлен Вновь прибывших посетителей разворачивали у порога Позже стало известно В кухне ресторана загорелась вентиляция И дым распространился по всему комплексу Персонал и посетители мегаполиса Эвакуировались самостоятельно Пострадавших нет Пожар ликвидировали сотрудники МЧС Его причины устанавливаются Сейчас комплекс работает в обычном режиме Владелец взорвавшегося ЛРК с шаурмой Получил год ограничения свободы Его признали виновным в выполнении работы Оказаний услуг Не отвечающих требованиям безопасности жизни Или здоровья посетителей ЧП произошло на остановке поликвиника На Комсомольском проспекте Момент взрыва попал в объектив камеры видеонаблюдения А это уже последствия ЛРК с шаурмой буквально разорвало на части Из него даже вылетела микроволновка Лики, конечно, были Мы были на остановке напугались Тогда пострадали две работницы заведения В результате осудили хозяина ларька Было установлено, что мужчина Не имел разрешения на использование газовых баллонов и лицензии А его сотрудницы не умели пользоваться опасным оборудованием Дело бизнесмена Игоря Крюкова Которого обвиняют в рэкете и вымогательстве Неожиданно получило новый поворот Сторона защиты, кажется, поняла Почему ему до сих пор не предъявлено обвинение За полгода следователи так и не смогли Собрать достаточно улик И связать их между собой Потерпевшие оказались сомнительными личностями Которые могут быть замешаны в махинациях Наш корреспондент расскажет подробности Можешь с вами побеседовать по поводу домов, которые вы перепродавали? Нет Почему? В уголовном деле о картолинской банде Медсестра местной поликлиники Татьяна Полина Проходит как потерпевшая Якобы с нее неизвестный в карталах бизнесмен Крюков Едва ли не силой выбивал деньги Вот только увидев журналистов Жаловаться на предпринимателя-тирана Она почему-то не спешит Делает вид, что ничего не знает И кому-то пытается дозвониться А с Крюковым как вы связаны? Никак Но вы проходите свидетелем по делу Вы давали показания против Крюкова По его делу вы проходите потерпевшие Наременно ваш дом там фигурирует В странных схемах Продажи можете как-то объяснить Вам действительно угрожали? Ничего не знаю Сторона защиты бизнесмена Крюкова выяснила Что эта женщина может давать показания под давлением следствия А у правоохранительных органов на нее достаточно сведений Татьяна Полина может быть замешана в махинациях с жильем Этому человеку она продала дом за 600 тысяч рублей Он деньги отдал, но документы оформить не успел Все, я вам не буду продавать дом Короче Вы метайтесь Все, все дела Она говорит, вот уходите и все Деньги, а как деньги? Вы же здесь жили У этого парня Татьяна Полина заняла 70 тысяч рублей И тоже не вернула Все так же кормила завтраками Я говорил, что пойду в суд и так далее Но в итоге ничего не отдала Я обратился в суд И выиграл дело, как и другие пострадавшие от действий медсестры Она должна крупные суммы денег людям Это официальный сайт судебных приставов Судя по данным, Татьяна Полина обязана выплатить людям больше 400 тысяч рублей А потом неожиданно она сама вдруг стала потерпевшей в деле бизнесмена Крюкова Напомним, картолинского бизнесмена Игоря Крюкова задержали в апреле Это кадр оперативной съемки По версии следствия, коммерсант организовал банду Которая занималась вымогательством, самоуправством, мошенничеством Организацией азартных игр и даже продавала наркотики В группу входило 20 человек А обыски были проведены аж в 50 квартирах Изъято 14 единиц оружия, 250 патронов и почти 2 миллиона рублей Странно, прошло полгода, но полиции не удалось все это увязать с предпринимателем Крюковым Утверждение следствия о том, что Крюков Игорь Васильевич является организатором преступной группы, банды Обвинения по данному факту будут по-прежнему не предъявлены Хотя это четко предусмотрено уголовным кодексом Кроме медсестры с сомнительной репутацией в деле бизнесмена фигурирует и предпринимательница Стофеева По данным следствия, Игорь Крюков якобы вымогал у нее деньги Испугавшись угроз, ей пришлось продать дом Вот только муж бизнесвумы на вымогателях и не слышал Крюков сам терроризировал здесь всех? Да нет, что, глупость Он не терроризировал никого Как он там, давил, не давил? Да нет, не давил, просто мы должны были Ну что, полтора года сумма-то большая была Пока сыщики пытаются связать противоречивые показания свидетелей и странных потерпевших Бизнесмен продолжает сидеть в СИЗО Сторона защиты жаловалась в прокуратуру В уголовном деле нашлись нарушения Но почему-то устранять их никто не торопится Да и обвинение Крюкову не предъявлено до сих пор Сотрудник АТО в Ивановской полиции предстанет перед судом за торговлю краденными боеприпасами Завершено расследование в отношении 32-летнего Александра Куликова По данным ФСБ, мужчина был также активным участником преступной группировки По незаконному обороту оружия в трех городах горнозаводской зоны Напомним, банду из шести человек задержали в феврале этого года Одного избытчика взяли прямо на автозаправке Мужчина уверял, что запрещенных предметов у него нет Однако при обыске в его автомобиле обнаружили револьвер Еще что-то есть? Нет Точно? Хорошо подумай Нет Одного из криминальных подельников задержали в квартире, которая была подпольным магазином Оружие есть? Возможно Предлагаю сразу чистосердечно признаться и выдать все запрещенные предметы В результате у мужчины был найден целый арсенал оружия и патронов различного калибра На сегодня следствие установило Сотрудник правоохранительных органов в течение года воровал патроны Куликов на рабочем месте отвечал за хранение и учет боеприпасов И списывал похищенные патроны на проведение учебной стрельбы Около 480 патронов он продал своему знакомому за 7,5 тысяч Сейчас дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения Суд присяжных вынес вердикт членам жестокой банды Преступники убили экс-начальника ОВД Бакала Руководил ОПГ сумасшедший Теперь двое его сообщников получили в совокупности 46 лет колонии А их третий подельник и вовсе пожизненный срок Напомним, организатора группировки 40-летнего Олега Болотова Признали невменяемым еще в ноябре прошлого года Мужчину отправили на принудительное лечение Троим оставшимся участникам группы Владимиру Кузнецову, Владиславу Толкачеву и Евгению Сингаевскому Тогда же вынесли приговор Но потом отменили по решению Верховного суда И отправили на новое рассмотрение Установлено, вооруженная банда нападала на торговцев цветным металлом По плану Кузнецов встречался с покупателями А потом отводил их к сообщникам Обвиняемые угрожали жертвам оружием и жестоко избивали После забирали ценности А в 2007 году они совершили разбой Во время которого убили троих человек Водителя милиционера, бывшего военного, начальника ОМВД Бакала в отставке Действия на территории Челябинской области По объявлениям указанных в средствах массовой информации Выисковали своих потенциальных жертв В основном это являлись покупатели Лома цветных металлов И договаривались о встрече Суд присяжных признал подсудимых виновными В результате Владимир Кузнецов отправится в колонию на 19 лет Владислав Толкачев 25 А Евгений Сингаевский проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь Челябинка стала фигуранткой уголовного дела в США Прокуратура предъявила обвинение в вымогательстве Светлане Захаровой Девушку подозревают в шантаже своего любовника Бывшего губернатора Нью-Йорка Предполагается она с 2014 года Требовала у Эллиота Шпицера до 50 тысяч долларов В противном случае россиянка обещала рассказать СМИ Подробности интимной связи с политиком Деньги Шпицер переводил на счета российских банков Или выписывал чеки А началась история секс-скандала в феврале этого года Тогда Захарова из номера отеля Плаза было доставлено в больницу с порезом руки Позже стало известно, что в гостинице она находилась вместе с Эллиотом Шпицером 25-летняя Челябинка рассказала, что он якобы набросился на нее Порезал и пытался задушить Но обвинение выдвигать не стало и уехала в Москву Шпицер же заявил, что не трогал любовницу А сам вызвал полицию, когда она закатила истерику А порезы она якобы нанесла себе сама Также политик обвинил ее в шантаже Захарова вскоре вернулась в Нью-Йорк и была сразу же задержана в аэропорту Сейчас девушка находится под стражей За нее назначен залог в 1 миллион долларов Но пока такие деньги за нее никто не внес Если ее вина в вымогательстве будет доказана То россиянке кразит до 10 лет тюрьмы Трое парней были найдены мертвыми в квартире на ЧТЗ Тела молодых людей обнаружила мать одного из них, когда пришла в гости Полиция уже начала расследование для выяснения причины гибели молодых людей Всем им было от 19 до 24 лет Наш корреспондент побывал на месте и знает подробности Артем, вам слово Да, Андрей, тела парней нашли в этом доме по улице Мамина По одной из версий, накануне здесь была вечеринка, на которой парни могли употреблять наркотики Следов насильственной смерти на их телах медэксперты не обнаружили По одной из главных версий, все молодые люди погибли от передозировки наркотическим веществом Самому старшему на момент гибели было 24 года, второму 23 А их младшему товарищу 19 лет Чтобы восстановить всю картину дня, следователи сейчас опрашивают друзей и знакомых этих парней Вещество, которое они употребляли, отправлено на экспертизу Артем Самсонов, Тимур Баташев, 31 канал Торговец с наркотиками лишился приличного заработка Служители закона пресекли незаконный бизнес преступника С продажи синтетического зелья злоумышленник получал до 50 тысяч рублей в день Для реализации наркотиков мужчина создал интернет-магазин Сбывал зелье как самостоятельно, так и через других лиц, желающих заработать деньги В его квартире в ходе обыска было взято около 3 килограмм наркотических средств А также около 100 сверков с наркотиками, изготовленных им для сбыта Сейчас мужчина находится под стражей, если его вину докажут, 28-летний злоумышленник отправится в колонию Карьера в наркобизнесе может обернуться солидным сроком для жительницы Копейска Полицейские навидались в гости к подозрительной 36-летней женщине и не зря Дома у подозреваемой обнаружили 430 граммов синтетического вещества Экспертиза показала, наркотик является производным от эфедрина Полицейскими установлено, что данную смесь подозреваемая приобрела с целью дальнейшего сбыта По данному факту возбуждено уголовное дело Женщина официально нигде не работала и ранее к ответственности не привлекалась Сейчас она задержана за криминальный бизнес Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы Защититься от грабителей легко и быстро Дельта – система безопасности Только этой осенью антикризисное предложение Комплект сигнализации с установкой всего от 3000 рублей Дешевле уже не будет Первые 30 клиентов получат подарок Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение Подробности по телефону 222-11-11 Спонсор выпуска – Уральский богатырь А время чрезвычайных новостей продолжается Не переключайтесь Самое интересное еще впереди – аварии с камер регистраторов и видеонаблюдения Задержанный по подозрению в угоне заявил, что просто менял колесо И обиженный клиент автомагазина заблокировал главный вход и выдвинул требования И на поле боя И в мирное время Стояли уральские богатыри За правду За силу русской земли За счастье родного дома И традиции богатырского качества Сильны и по сей день Уральский богатырь Сила в качестве Акция от компании «Пластокно» Весь октябрь распродажа окон от производителя со скидкой 50% на изделие Оплата после монтажа С нами теплее Братьев Кошириных 54 Телефон 258-77-55 Настоящие фирменные аляски и бомберы Милитари и кэжуал Модная брутальная одежда В магазине альфа74.com Зимой будет тепло Теркофеста ТК Курчатов На Ленина 86 Я совершил немало слов Я чудовище И заплачу за это Помните мое появление в Лондоне? Выбирайте любую Нет ничего невозможного для того, кто обладает двумя привилегиями Красотой И молодостью Его красота способна дать ему все Но за такую жизнь придется дорого заплатить Знаете, я творил жуткие вещи По роману великого Оскара Уайльда В чем ваш судьбе? Тот, кто его узнает, недолго живет Дориан Грей Кино со звездами Сегодня на 31 Трамвай задавил 34-летнюю женщину в Ленинском районе Пешехода буквально затащила под вагон Трагедия случилась поздним вечером в районе 34-го дома по улице Новороссийской По данным полиции, погибшая переходила дорогу в неположенном месте По какой-то причине женщина не заметила трамвай Не исключено, что она отвлеклась на мобильный телефон или была пьяна От полученных травм она скончалась на месте На настоящий момент материал передан в следственный отдел по расследованию дорожных транспортных происшествий Для предварительного расследования и вынесения окончательного решения За управлением трамвая 22-го маршрута находилась 63-летняя женщина Почему она тоже не увидела пешехода и не успела среагировать Сейчас выясняется Опасный маневр автоледи привел к страшной аварии с пострадавшими Легковушка на встречке столкнулась с фурой Утром на Уфимском тракте столкнулись две отечественные легковушки и грузовик По словам очевидцев, девушка за рулем лады пошла на обгон фуры И лоб в лоб встретилась с грузовиком Легковушку закрутила и она столкнулась с другой ладой Вызволять автоледи пришлось другим участникам ДТП Получается, два удара ее развернуло Два удара об КАМАЗ у нее произошло Потом ее развернуло ко мне Передом машину и я в нее чуть Ну я успел затормозить вовремя И она... Все, после этого я вытащил ее из машины Отцепил аккумулятор Вызывал скорую В итоге 22-летнюю девушку водителя с травмами доставили в больницу Очевидцы сообщают Маневр был совершен на участке, где обгон запрещен Кроссовер и легковушка не поделили проезжую часть на Комсомольском проспекте Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца На кадрах видно Черный кроссовер едет в крайнем левом ряду и не замечает маневр на марке В итоге столкновение Почему водитель белой легковушки подрезал внедорожник Устанавливают сотрудники полиции Не исключено, что одной из причин аварии стали плохие погодные условия Осужден водитель фуры, убивший 6 человек, среди погибших было двое детей Шофер проигнорировал неисправность транспортного средства и выехал в путь Когда отказали тормоза, случилась массовая авария Напомним, ДТП произошло на 1623-м километре трассы Челябинск-Москва У фуры отказали тормоза Сначала многотонный Дафтаранит две иномарки Киа и Хонду Эти машины улетают в Мювет Затем под пресс попадает ВАЗ 15-й модели, Митсубиши и Форд Фокус И вся эта груда металла прилетает в грузовик марки Вольво и загорается Семь машин превратились в один огромный костер Эти кадры очевидцы снимают уже на свой мобильник В салонах люди, они горят заживо Погибли 6 человек Шофер, кстати, практически не пострадал Успел вовремя выпрыгнуть из автомобиля В результате водителя грузовика Владимира Трохова Приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима С лишением права заниматься деятельностью Связанной с управлением транспортными средствами на 3 года Просто менял колесо Полицейские задержали парня, подозреваемого в угоне легковушки Машину угнали прямо на глазах владельца Подробности в сюжете Этого парня подозревают в угоне машины Которая была припаркована возле одного из домов по улице Танкистов Хозяйка легковушки возмущена наглостью преступника Ведь он орудовал посреди бела дня К тому же автоледи сама стала свидетельницей угона Я стояла на кухне готовила Напротив окон я услышала стравшенный рев машины И обернувшись я просто увидела, что наша машина отъезжает Женщина немедленно позвонила стражам правопорядка На поиски преступника было отправлено несколько нарядов полиции Спустя 2 часа предполагаемого угонщика задержали в частном секторе по улице Катерная Была обнаружена данная автомашина с пробитым колесом И провода были подключены напрямую Около данной автомашины был обнаружен гражданин 96-го года рождения, который пытался менять колесо Увидев служителей закона, парень бросился в бегство Но уйти ему не удалось Полицейские догнали и задержали подозреваемого Однако сам предполагаемый угонщик так не считает Меня не задерживали Я просто менял колесо Вот мне попросили колесо менять Я вот менял колесо На место преступления прибыли следователи А парня доставили в местный отдел полиции Если вину задержанного докажут Он может лишиться свободы на срок до 7 лет Стоит отметить, подозреваемый ранее уже был судим за угон машины Елена Абросимова, 31 канал Возмущенный челябинец заблокировал центральный вход одного из автомагазинов На лобовое стекло автомобиля Мужчина повесил плакат с требованием вернуть деньги Молодой человек утверждает В этом офисе ему якобы продали старый масляной фильтр На какие меры готов пойти покупатель Расскажет наш корреспондент Улица Елькина в этот раз особенно оживленная На место прибыли сотрудники охраны, полиция, ГИБДД и эвакуатор Переполох устроил водитель Митсубиси, который заблокировал центральный вход автомагазина Машину бы давно эвакуировали, но мужчина отказался выходить из салона авто Ждем пока выйдет А потом? Потом машину эвакуирует И прохожие ждут развязки Некоторые из них также оказались клиентами этого автомагазина Машина подъехала и заблокировала вход Не смог зайти в деталь получить свою Но у него уже были транспаранты Если верить плакатам, мужчина отдал за деталь 11 тысяч 25 рублей Уже собирался ее установить в автосервисе Но обнаружил, что деталь якобы уже была в употреблении Теперь недовольный покупатель требует вернуть деньги Пока безрезультатно Я так понял, он какой-то директор Экзиста, либо какой-то начальник Снимал меня на фотографию Сорвал плакат с моей машины У меня было снаружи наклеено сначала Сорвал плакаты все И стучал мне в окно и говорил, ты на деньги попадешь Через несколько часов автомобилиста уговорили выйти из салона После оформили протокол Планируем уже составляется заявление Участкового о неправомерных действиях данного человека В дальнейшем посмотрим, как будет ситуация развиваться Пока вернуть деньги у молодого человека не получилось Ему выписали штраф И руководство магазина написало заявление в полицию Партнер выпуска Дельта Системы Безопасности Открыли бизнес, купили квартиру Уезжаете из дома и боитесь за свое имущество Только в октябре комплект сигнализации с установкой Всего от 3000 рублей Торопитесь, дешевле уже не будет Первые 30 клиентов получат подарок Защититься от грабителей легко и быстро Дельта Системы Безопасности Только этой осенью антикризисное предложение Комплект сигнализации с установкой Всего от 3000 рублей Дешевле уже не будет Первые 30 клиентов получат подарок Просто зайдите на дельта.ру И оставьте заявку на подключение Подробности по телефону 222-11-11 Зараженная колбаса едва не попала на рынки Челябинска Эксперты выявили в мясной продукции Геном вируса африканской чумы Партия весом почти в 2 тонны Поступила в столицу Южного Урала Из Московской области Работники Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Проверили два вида колбас Застольную и Ливерную У нас федеральная вакцина Мы знаем, что отпечатать Позже результаты подтвердились И в Федеральном центре охраны здоровья животных В итоге опасную колбасу уничтожили Мужчина со шрамом на руке пропал в Челябинске Полиция ищет 55-летнего Сергея Хохлова Он вышел из дома по улице Шуминска и пропал Жена пыталась до него дозвониться Но телефон мужчины оказался выключен Что с ним могло случиться неизвестно Родные волнуются И ждут звонков от тех, кто знает, где он может находиться Мужчину, который страдает эпилепсией Избили до полусмерти и бросили умирать Сейчас пострадавший находится в коме 55-летний Михаил Акеев пропал 7 октября Его родственники обратились на 31 телеканал С просьбой им помочь найти мужчину Чуть позже выяснилось Он находится в больнице, куда поступил В тяжелом состоянии через сутки после исчезновения По предварительным данным Кто-то ударил мужчину по голове 14 раз Сейчас полицейские устанавливают Обстоятельства случившегося А также ищут человека, который вызвал Для пострадавшего скорую помощь Сразу после выпуска смотрите До чего может довести юношу Сделка с дьяволом Триллер Дориан Грей Не переключайтесь А я с вами прощаюсь И помните, сюжеты не придуманы Таким этот мир мы делаем вместе с вами Увидимся на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин